У меня такая вот нужда молитвенная. Сейчас в христианском мире происходят неприятные вещи. Слышите меня, да? Сейчас в христианском мире происходят такие неприятные вещи. Дело в том, что 30-40 лет назад, когда можно было на территории бывшего Советского Союза говорить о Христе, проповедовать Евангелие, делиться Библией, делиться Благой Вестью. В нашу страну приехало много людей, которые желали помочь нам в этом. Американские, немецкие, корейские, другие миссионеры, проповедники, учителя, пасторы. Они учили всему, но они не научили тех, которые потом пошли дальше с этим огнем пробуждения в 90-х годах и чьи имена сейчас известны на весь бывший СССРовский христианский мир, да, чьи имена на слуху, звезды советской величины еще с тех времен. Они были научены на это то слово, которое мне лично Господь дал. Поэтому я перед всем духовно-физическим миром беру на себя ответственность это сказать. Перед видеокамерой, перед всеми, кто сейчас меня видит и слышит в прямом эфире, либо в записи, я беру на себя смелость это сказать, потому что мне это лично Господь дал в поклонении, когда я Ему поклонялся. Потому что когда приходит Бог, Он не приходит с пустыми руками. Иисус сказал, даже если вы, будучи злые, умеете даяние добрые делать своим детям, Отец ваш, небесный. Когда приходит Отец, Он не приходит с пустыми руками, Он всегда приносит что-то. Вы же такие же, правда? Приходите домой, какие-то конфетки, публики, пантики, хотите что-то детям своим дать, правда же? Тем более, Отец наш, небесный. Когда я поклонялся Ему, у меня четко пришло слово, что 30-40 лет назад, то, что сейчас построено в бывшем Советском Союзе, так называемом, неважно, католическое христианство, православное, протестантское, любое христианство, оно построено на неправильном основании. На неправильном основании. И я это заявляю со всей ответственностью. Потому что Иисус Христос, Он дал модель. И согласно этой модели, Он сказал, что врата ада не одолеют мою церковь. Но мы видим, что врата ада одолевают церковь. И либо Христос лжец, либо люди построили что-то не так. Но в данном случае действует только одно правило. Начальник всегда прав. Если начальник не прав, смотри, пункт первый. Начальник в данном случае Иисус, Он начальник и совершитель нашей веры. Поэтому, видимо, что-то люди построили не так. А люди построили не так вот что. Иисус дал модель. Он сказал, что Я Господь. Все остальные вы братья и сестры. И все эти звания, ранги, они даны только для администрирования церкви. Чтобы легче было управлять людьми. Чтобы легче было управлять делами. Пастор, пресвитер, епископ, архиепископ, архимандрит. Это все, это все звания не для того, чтобы у меня, как у офицера, были большие звезды. И чтобы я сказал, ну-ка встань, ну-ка принеси. Ну-ка встань, ну-ка дай. Нет. Наоборот. Если я ваш генерал, я говорю, брат, чем я могу помочь тебе? Давай руку, пошли. Иисус Христос сказал, что в миру так, а у вас да не будет так. Правда же? У вас да не будет так. И вот то, что если я генерал, а вы солдаты, я наоборот служу вам, чтобы вы были еще более крутыми генералами, чем я. В этом суть христианства. В этом суть христианства. Ну, было построено основание, на котором за 30-40 лет построили здание, где есть президент союза, или председатель союза, или там начальник чего-то. И под ним два зама, под двумя замами четыре полузама, под четырьмя полузамами пять, шесть, восемь полузамов. И пошло, пошло, поехало. И, соответственно, каждый, кто внизу, хочет подняться по ступеньке выше. В общем, все мирские принципы большой и крупной компании. Поэтому мы видим все остальное. Не смысла называть имена, фамилии, должности, звания. Не смысла. Потому что если эта система проникла в церковь, что дальше говорить? Поэтому я буду стараться подсидеть его. Он будет постараться подсидеть другого человека, кто повыше. Все принципы этого мира, все принципы развития корпоративной этики, все принципы развития больших корпораций, они тогда имеют дело здесь. Соответственно, мы друг друга подсиживаем, мы сплетничаем, мы клевещим, мы убираем друг друга, мы забираем друг у друга, мы отнимаем друг у друга, мы спим друг с другом. И пошло, поехало. То есть, как миру говорят, для достижения цели все средства хороши. Вот и все. Поэтому кого-то винить и осуждать, это бесполезное дело. Поэтому я хочу помолиться только за одно, чтобы его модель, о которой он сказал, что врата ада не одолеют ее, чтобы эта модель церкви была вас. И несмотря ни на что, и вопреки всему, пусть они хотят, что делают. Пусть они занимаются своими играми, кто бы они ни были. Президенты, архимандриты, архиепископы, целуй мне руку, целуй мне ногу, я великий. Ради Бога. Придет день Х, дадите свой отчет перед Богом. А вы же долюбите друг друга. И в том весь мир узнает, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собой. Благодарю тебя, Иисус, за то, что ты своим детям издеваешь любовь в наши сердца. И у нас есть способность, желание и потребность любить друг друга. Давайте помолимся за это. Давайте. Отец Тож Небесный, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, который есть любовь, мы приходим к твоему престолу благодати и милости для необходимой помощи. Ты нужен нам сегодня больше, чем вчера, а завтра будешь нужен больше, чем сегодня. Великий Бог, перед всем духовным физическим миром мы признаемся тебе в любви. Мы говорим, что мы не хотим и не можем жить без тебя. Потому что без тебя все ничто. Без тебя не имеет ничего смысла. И хоть бы я стал президентом России, хоть бы я стал президентом всего мира, какой мне смысл, если в этом нет тебя? А если в этом есть ты, то мне не нужно бороться за звание, должность и погоны. Просто ты берешь меня и поднимаешь. Ты берешь меня, как Давида, приводишь к Голиафу, я ему даю в лоб и становлюсь царем Израиля. Вот и все. Мне не нужно кого-то подсиживать, мне не нужно на кого-то клеветать, мне не нужно ни на кого плевать, мне не нужно никого оскорблять, мне не нужно ничего мутить, как это модно говорить, давай замутим против кого-то. Мне не нужно ничего мутить. Ты есть любовь. Ты есть любовь. Прославляющих Тебя Ты прославишь. Проклинающих Тебя. Ты все равно за них будешь молиться и благословлять. Мы признаемся Тебе в любви. Мы признаемся в полной зависимости от Тебя. Мы благословляем гонителей наших. Мы благословляем тех, кто проклинает нас и обижает нас. Мы благословляем их, ибо мы нареклись сынами живого Бога. И по-другому мы не можем. По-другому мы не можем, как только благословлять тех, кто проклинает нас. Кто жаждет у нас все отнять. Да заберите. Да заберите. Потому что Твоя любовь силы дает до конца идти. Нам нечего терять. Нам терять нечего. Потому что мы уже обрели в Тебе вечную любовь, вечное спасение. И мы перешли из смерти в жизнь. Поэтому мы благодарим Тебя. И благословляем каждого, кто проклинает нас, гонит нас, хочет что-то отнять у нас. Вразуми их, Господь. Вразуми их. Чтобы и они строили ту модель церкви, общины, коммуны, неважно. Которую не одолеют врата ада. Которая не будет позором Тебя для этого мира. На которую не будут указывать люди и говорить, где же Ваш Бог. Куда Вы нас зовете, если Вы сами между собой ссоритесь каждый день. Благослови это место. Благослови каждого сына Божьего. Благослови каждую дочь Божью. Благослови каждое сердце. Каждый разум. Каждый ум. Ибо мы имеем ум Христов. А любовь Твоя и ум Твой говорит, если Ты умер за нас, то и мы умерли для себя, ради Тебя. Пусть каждый из нас признает другого большим себя. Пусть более сильный служит более слабому. Ибо в этом сила Твоя. В этом Твоя крутизна. В этом Твоя мощь. Мыть друг другу ноги. Не задирать подол друг друга. Не быть хамами. Не быть хамами. Не поднимать подол друг друга. А узнав о грехе своего брата, своей сестры, не хихикать и не распространяться об этом. Но покрывать Своей любовью, Твоей любовью. Покрывать это. Покрывать это. Покрывать это. В общем, Дух Святой, просим Тебя. Помоги нам поступать ровно наоборот. Как поступает этот мир. Как дает нам мудрость, кавычка, поступать мораль этого мира. Пусть все будет наоборот. Ибо возвышающий себя будет унижен. Ты есть любовь. Ты есть тот царь, который отдал себя на распятие. У тебя было 82 ученика. 82 ученика. И по меркам этого мира, Господь, ты лузер, Иисус. Ты неудачник. Ты лузер. Любой коучер, любой человек, у которого есть хоть два-три своих каких-то ученика, послушника, назовет тебя лузер. И плюнет тебе в лицо. И он будет прав. По меркам этого мира, Иисус лузер, у Него было 82 ученика, из которых осталось всего лишь 12. Я посчитал в специальной калькуляторе. Это 9,6%. От полного количества учеников осталось у Иисуса. 9,6%. Меньше 10% осталось у лидера от его команды. Меньше 10%. Это конченый лузер, как сейчас бы сказали молодые люди. Конченый лузер. Но все мудрое в этом мире, оно безумие перед Богом. Поэтому Бог с помощью этих 12 лузеров перевернул весь мир. И переворачивает до сих пор. И переворачивает до сих пор. А все великие, все великие, кто ходили по своим дворцам золотым и говорили, не бояли рука, все это создало. Мы знаем, где они находятся и с кем. А Иисус не Ленин, а Иисус. Жил, жив и будет жить. Слава Ему. Слава Ему. Слава Ему.